Добрый день! На 12-м канале Час новостей в студии Анна Кокорина. И вот о чем расскажем. В Устишимском районе начали считать убытки, нанесенные стихией. Вода в РТШ по-прежнему пребывает. Мне кажется, тут самое глубокое, что у меня под носку водопустила. Как самоотверженные почтальоны доставляют посылки в подтопленные села и деревни, эпичные кадры от первого лица. Залог богатого урожая – удобрение. Отсюда они попадают вот в такой посевной комплекс, который культивирует почву, сеет и прикрывает за собой семена. В 29-й районах области аграрии вышли в поля, что сеют и какой прогноз на хлеб. Заманивают эффектными кадрами и разводят на деньги. Мы, конечно же, этот момент не проверяли. Первая фотография выложена 15 марта этого года. Амичи бронируют отдых на несуществующих турбазах, как реальные фирмы отличить от фейковых. Небезопасные прогулки у клещей, привезенных амичами в лабораторию, обнаружили энцефалит. И в ассистенты Риду Буше состав «Авангарда» пополнил «Форвард» из Америки. В Усть-Ишим доставили топливо на местную автозаправочную станцию. Запасы бензина пополнены, достаточно и газа. Накануне в затопленный район завезли 80 баллонов. По данным экспертов, уровень воды в РТШ в районе Усть-Ишима составляет 944 сантиметра. Это плюс один сантиметр за ночь. По поручению губернатора Виталия Хаценко на севере области работает практически весь кабинет министров. Руководители Минздрава, Минсельхоза, Минтранса и Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Также спасатели, МЧС и полиция. В ближайшее время пострадавшим от паводка начнут поступать первые выплаты. А как только сойдет вода, специалисты оценят ущерб. По последним данным, повреждены 323 опоры ЛЭП, 18 трансформаторных подстанций, 3 котельные и 17 водозаборных башен со скважинами. Весь блок энергетических объектов будет восстановлен, отметили и в правительстве Омской области. Паводок не остановил работу почты. В Устишимский район письма и посылки доставляют в Плавь. Мне кажется, тут самое глубокое. Кто мне в подножку? Уже выше подножки. Речь о сотрудниках из теврисского подразделения. Они ответственны за доставку почты в два района, в том числе и в затопленный Устишим. Преодолеть полосу препятствий и доставить почтовый груз в целости и сохранности помогает трактор. Интересно, что за эти дни самоотверженные почтальоны сибирской глубинки не сорвали ни одной доставки. Почта исправно поступает жителям всех отрезанных большой водой деревень. Кайлов, Малой Бичи, Журавлевки и Екатериновки. Помогают тяжелой техникой и спасатели. И к другим темам на Левобережье построят новую школу. Ее расположат в районах улицы Крупской, Шаронова и бульвара архитектора вблизи речки Замарайка. Образовательное учреждение будет переменной этажности и сможет принять больше полутора тысяч детей. Сейчас в этом районе идет строительство жилого микрорайона. Проект здания школы проходит госэкспертизу. Положительное заключение рассчитывают получить в июне этого года. Стоимость проекта 3 миллиарда рублей. Оплачивают бронь, но остаются без отдыха. А Мичи разоблачили новую схему мошенников. Люди платят за номера на несуществующих турбазах. Свои ловушки злоумышленники расставили в социальных сетях. Заманивают туристов эффектными кадрами гостевых номеров и зон отдыха. Под фотографиями есть и довольные отзывы клиентов. Вот только по факту доверчивых туристов ждут заброшенные детские лагеря и убытки. Собственное расследование провела Валентина Шемякина. Майские праздники для Ольги Гречишниковой закончились в отделе полиции. Пытаясь организовать роскошный отдых, девушка попала в лапы мошенников. По итогу разочарования и, конечно же, убытки. Принадлежащими мне денежными средствами на общую сумму 18 тысяч рублей. Именно во столько обошлась аренда домика на несуществующей загородной базе. Призрачный комплекс активно рекламируют в социальных сетях. Фотографии красочные, цены низкие. Мы, конечно же, этот момент не проверяли. Первая фотография выложена 15 марта этого года. Очевидно, аккаунт фейковый. Создан специально перед наступлением тепла. Люди настроены отдыхать и теряют бдительность. Этим и пользуются мошенники. Просят полную предоплату. Клиенты, вдохновленные яркими картинками, перечисляют деньги. Вот только по указанному адресу базы отдыха не найти. Стали писать, может быть, это была какая-то ошибка по адресу. Стали писать в профиле по поводу того, что уточните адрес. И нам ответили, что это не ошибка, а работает Днепр. Мы поняли, что это мошенники. Начали отвечать им, но нас уже заблокировали. Пострадавших отправляют по адресу, где вот уже 60 лет стоит детский лагерь. Сотрудники говорят, туристы, несуществующие базы отдыха, частые гости. У нас вот лесной 3 бывает путают. Где-то у нас выезжают, я не знаю, в каком-то Любинском районе тоже, а это адрес совпадает. Сюда приезжают многие такие бывают. На территорию лагеря гостей, несуществующие базы отдыха, конечно же, не пускают. Так и остаются. Ну, почти у разбитого корыта. Вместо сказочных домиков и горячих купелей – густой лес и помойка. А ехать сюда около часа. На машинах, груженными продуктами, инвентарем и одеждой. Ольга Гречишникова вместе с друзьями рассказала о случившемся в социальных сетях. Оказалось, они не единственные пострадавшие. Нам стали присылать, что таких обманувшихся очень много, и вплоть до того, что есть такие же аккаунты в других городах. Аккаунты фейковой турфирмы под копирку. Правоохранители напоминают, прежде чем перевести деньги, проанализируйте диалог. Ведь даже уже в процессе общения со злоумышленниками могут быть тревожные звоночки. Например, вы прошли посылки и начинаете переписку. Если все заканчивается на переписке, и сторона, которая вам предлагает услугу, не хочет с вами вести диалог по мобильному телефону, то нужно насторожиться. Мы тоже связались с мошенниками. Получили номер телефона для перевода средств. Но трубку на том конце провода многократно сбрасывали. Не ответили и на звонок в мессенджере. И это еще одно подтверждение того, что разрекламированные базы отдыха с живописными видами скорее всего не существует. Валентина Шемякина, Павел Ахов, 12 канал. У клещей, привезенных омичами в лабораторию, обнаружили энцефалит, рассказали специалисты Роспотребнадзора. К счастью, у людей это заболевание не диагностировано. Всего с начала сезона с укусом клеща в поликлинике обратились 1190 омичей, 426 из них дети. Снятых с людей паукообразных исследовали в лабораториях. В трех случаях обнаружен энцефалит, 64 клеща заражены боррелями. Добавлю, что для профилактики опасных инфекций в регионе обработали парки, скверы и территории детских учреждений. Прививки против клещевого энцефалита поставили более 49 тысяч омичей. Сеет хлеб, подсолнечник и овощные культуры. Посевная кампания в регионе набирает темпы. Работы организованы в 29 районах области. Яровой пшеницей уже засеяно больше 350 тысяч гектаров. План на урожай – 3 миллиона тонн зерна. Фермеры уверены, запаса влаги для этого хватит. Что нужно сделать сегодня, чтобы осенью собрать богатый урожай, расскажет Ольга Седочева. Александр Конюхов – тракторист с историей. Родные земли борозит с легкостью. В помощь профессионалу многофункциональный трактор отечественной сборки и новый посевной комплекс. Это бункер с семенами и удобрениями. Отсюда они попадают вот в такой посевной комплекс, который культивирует почву, сеет и прикрывает за собой семена, чтобы они лучше соприкасались с почвой. Весит он 13 тонн. Благодаря такой технике получается собрать богатый урожай. Александр говорит – доверяй, но проверяй. Даже в работе с современной техникой, где машина работает как часы благодаря программному обеспечению, фермер следит за процессом посева. Еще раньше подготовили и почву, проборонили и внесли удобрения, чтобы пшеница точно уродилась. Знать, как сеять глубину. Ну, вот в этом году, допустим, сырая земля. Нужно где-то заглубить, где-то выглубить. Норму высева знать, высевать. И как это все показывает, и проверять, все это высчитывать. В поле вся династия Конюховых. Сельхозпроизводством семья занимается уже больше 20 лет. Крестьянско-фермерское хозяйство обеспечивает зерновыми культурами омский рынок. Во время посевной кампании аграрий засеивают почти полторы тысячи гектаров земли. Самую большую площадь занимает пшеница. Ну, вот уже мы 22% засеяли на сегодняшнюю дату. Ну, стараемся вкладывать удобрения. И репицидами работаем, листовыми подкорками. Всем этим занимаемся. Сегодня в полях техника работает в 29 районах области. Лидируют Черлакский, Русскополянский и Таврический районы. Вместе с яровой пшеницей, ячменем и овсом аграрии сеют масленичные и овощные культуры, а также однолетние травы. Что касается пшеницы, план – 3 миллиона тонн зерна. Если не подведет погода, урожай обещает быть богатым. Благодаря снежной зиме влаги в почве для этого достаточно. Ольга Седычева, Виктор Осинцев, 12 канал. Закатали асфальтом более 15 тысяч квадратных метров ремонт дорог на улицах Гусарова и Омской на завершающей стадии. Сейчас здесь устанавливают бордюры, укладывают тротуарную плитку, меняют остановочные павильоны. А уже в июне определят подрядчиков на следующий год. Они займутся преображением улиц Герцена и Ленина. На магистрали именно Ильича отремонтируют участок от Интернациональной до Ленинградской площади. Также на очереди еще три улицы – Воровского, Заозерная и Седьмая Северная. Все дороги восстановят по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». На эти цели выделено более 700 миллионов рублей. И в продолжение темы. На улицах города обновляют дорожную разметку. Яркие полосы уже появились на центральных улицах. При этом часть работ откладывали из-за нестабильной погоды. Теперь же специальная краска высохнет быстро и без дефектов. Частично разметку обновят термопластиком. Этот материал хорошо видно в любое время суток. Покрытие устойчиво к внешним воздействиям. Поэтому его используют в местах повышенного трафика. Дополнительно пластиковую разметку нанесут и при устройстве 200 проекционных пешеходных переходов. Мне очень хорошо к пешеходу, потому что у меня дом напротив находится. И мы с ребенком неоднократно переходим. Водители не всегда могут остановиться. А когда разметка такая яркая, это сразу становится очень удобно и безопасно. Омские любители тихой охоты заполонили в соцсети фотографиями весеннего урожая. Полные корзины сморчков и сморчковых шапочек. Примечательно, что во всех кухнях мира эти грибы считают деликатесом. Ценят выше отборных белых. А по гастрономическим показателям за нежное древесно-ореховое послевкусие сравнивают с французским трюфелем. Вот только на сбор весеннего урожая у грибников есть всего две недели. Ксения Пашкова продолжит. Валентина Ширяева. Грибник в седьмом поколении. Найти грузди, лисички и царские белые для нее не проблема. Желанным трофеем долгое время были сморчки. Сибирские трюфели, рассказывает женщина, по-особому готовили мама и бабушка. Все эти годы Валентина мечтала повторить семейный рецепт. Последние пять лет я плотно каждую весну ездила, искала. Как бы не везло. А вот в этом году я кайфанула. По-русски я прям кайфанула. Потому что это прям нечто. Три раза, четвертый раз. Вот сейчас я выезжаю, уже и замариновала немножко, и пожарили, и заморозили. Небывалый весенний урожай грибники объясняют просто. Зима в этом году была снежной, а весна затяжной. Почва в лесах хорошо пропиталась влагой. А это обязательное условие для роста сморчков. Искать сибирские трюфели рекомендуют в осиновых лесах. При этом не на солнечной полянке, а вот среди поваленных деревьев. Оп. Вот они шапочки. За нежное древесно-ореховое послевкусие сморчки во всем мире считаются деликатесом. Соусы из этих грибов – гордость многих ресторанов, отмеченных мишленовскими звездами. Оделок, как говорится, в шляпках. После приготовления они буквально тают во рту. Ножки обычно плохо жуются, поэтому знатоки их намеренно не берут. Богат сибирский трюфель и витаминами. Меня говорила бабушка, что если съешь весенний первый гриб, то на полгода организм будет витаминами там просто под завязку наполнен. Вообще же сморчки для Омской области далеко не редкость, но растут в основном на севере региона. Встречаются и в лесах недалеко от Омска. Так что любителям тихой охоты стоит поторопиться. Их основной период – это буквально 2-3 недели. То есть вот как они появились, 2-3 недели, после этого сезон у них заканчивается. Поэтому это гриб именно ранний. После этого пойдут традиционные наши грибы, которые характерны больше сибирской кухни. Основной сезон грибники откроют с середины июля. Если погода не подведет, тихая охота будет богата на трофеи. Ксения Пашкова, Анна Кокорина, Павел Манжос, 12 канал. Аллея ветеранов Омской прокуратуры получила продолжение. Сегодня там высадили почти сотню деревьев. За лопаты взялись десятки сотрудников ведомства, юнормейцы и воспитанники специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа. Зеленая акция – еще и дань памяти 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Каждое дерево – символ благодарности героям самой кровопролитной войны. Это инициатива коллектива. Началась она в прошлом году. В прошлом году мы во знаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посадили 78 деревьев. В этом году 79, в следующем году это будет 80. Этот участок мы посадим здесь деревьев, здесь будет аллея ветеранов прокуратуры Омской области. Все объединены одной мыслью, одним желанием вспомнить годы войны, вспомнить народ, вспомнить тяготы и лишения. Почему прокурор здесь собирается? Потому что прокурорские работники наряду со всем народом принимали самое активное участие в боях по защите нашей Родины. От радио до высокоскоростного интернета в Омске наградили лучших специалистов связи. Честовали их в день профессионального праздника. Только за последний год в регионе построено 40 базовых станций по программе устранения цифрового неравенства, благодаря которым качественный интернет и услуги сотовой связи получают даже в самых отдаленных населенных пунктах региона. Также специалисты модернизировали более 500 базовых станций на 4G. Сейчас в Омской области работает около 11 тысяч сотрудников в области информатизации и связи. А в вузах обучается около тысячи студентов этой отрасли. На церемонии в честь Дня радио сотрудникам вручили почетные грамоты в знак благодарности за многолетний труд. Отметили также новаторские разработки молодых специалистов. В планах на будущий год модернизация отделений Почты России, подготовка IT-специалистов и борьба с кибермошенничеством. Их работа незаметна, а на самом деле очень важна для того, чтобы мы с вами каждый день могли обмениваться и смс-сообщениями, и позвонить друг другу по стационару, и по мобильной связи, и выйти в интернет, и быстро скачать любимый фильм. Занимаемся тем, чтобы сейчас совместно с коллегами решить те вопросы и проблемы, которые еще остаются нерешенными в нашем регионе. Амичи могут бесплатно обменять в банках накопившиеся монеты. Такая акция будет действовать в регионе с 20 мая по 2 июня. Ее организовал Центральный банк России. Главная цель – вернуть в денежный оборот мелочь, которая осела в копилках. Сделать это можно с выгодой. Вы сможете выгодно, то есть без комиссии, обменять скопившуюся у вас мелочь. Вы сможете получить деньги на свой банковский счет, например, на счет своей карты, либо получить банкноты или памятную монету Банка России номиналом 10 и 25 рублей. Условия акции необходимо уточнять в конкретном банке. К обмену принимаются только монеты действующего номинального ряда. Отмечу, за время проведения всероссийской акции «Монетная неделя» Амичи принесли 770 тысяч монет на общую сумму более 2 миллионов рублей. В акции приняли участие почти полторы тысячи человек. В состав «Авангарда» вошел американский нападающий Коул Касселс. Контракт с «Легионером» Омский клуб заключил на год. Об этом сообщил генеральный менеджер Антон Курьянов. Отмечается, что праворукий центр «Форвард» умеет играть во всех зонах, обладает солидным опытом и может укрепить ударное звено ястребов. Кстати, с Ридом Буше Касселс знаком лично. Так что проблем с адаптацией возникнуть не должно. Что касается статистики, в минувшем сезоне «Легионер» провел 67 матчей в составе клуба американской хоккейной лиги «Сан-Хосе Барракуда» и набрал 45 очков. Всего же на его счету 58 шайб и 151 результативная передача. Омские каратисты завоевали 8 золотых медалей на Кубке Танкограда в Челябинске. А мичка поднялась в Томске на пьедестал турнира по спортивной аэробике «Ритмы весны». А дзюдоисты взяли 4 награды соревнований «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Подробности у спортивного обозревателя 12 канала Алексея Дарьева. Кубка Танкограда Медалистами стали Анна Едыкина и Михаил Макаров. Кроме того, в копилке омской команды 3 серебряных и 6 бронзовых наград. Омская спортсменка Варвара Кель завоевала бронзу всероссийских стартов по спортивной аэробике. Сильнейшие спортсмены в этом виде выявлялись в Томске. Участники турнира «Ритмы весны» состязались в трех возрастных категориях. Варвара Кель завоевала бронзовую медаль в индивидуальном выступлении в возрастной категории 18 лет и старше. Омские дзюдоисты поднялись на пьедестал в Санкт-Петербурге. В северной столице прошел всероссийский турнир «Белые ночи». Наши спортсмены успешно выступили в старшей возрастной категории. Победителями соревнований в разделе «Киме Ноката» стали Валентин Мурзин и Илья Кочетков. Бронзу в разделе «Наге Ноката» завоевали Шаддат Максутов и Максим Гусаков. Кроме того, тренер Елена Мурзина получила медаль и диплом за подготовку победителя соревнований. Омский район выиграл еще один финал королевы спорта «Тара-2024». В Азово прошли финальные соревнования по пулевой стрельбе в зачет 54-го сельского спортивно-культурного праздника. На турнир приехали 22 команды. В личном зачете чемпионами стали Григорий Мелехов из Омского и Алина Никитина из Калачинского районов. В командном зачете кубок областной спорта «Киады» достался Омскому району. Второе место занял Калачинский, третий – Шербакульский. Для Омского района эта победа стала уже второй на «Королеве спорта-2024». Ранее о мяче выиграли трофей в многобории ГТО. Алексей Дарьев, 12 канал. И последнее в Большереченском зоопарке поделились кадрами подровшего львенка Зьевса. Он уже ведет себя как настоящий хозяин Валера, но вот любить игрушки не перестал часто дурачиться с красной воронкой. Напомню, хищник прилетел к нам из Владивостока. Это произошло в апреле 2023 года. Тогда царю зверей было всего 8 месяцев. Сейчас уже почти 2 года. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютьюбе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислав их по электронной почте или позвонив в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. В борьбе с зависимостью каждая секунда имеет значение. Переверни свою жизнь. Свобода предоставит тебе момент нового начала. Сделай этот шаг прямо сейчас. Скоро выпускной. Покупайте в континенте и выигрывайте. До 19 мая, приобретая наряды к выпускным, вы можете стать участником розыгрыша. Призовой фонд 300 тысяч рублей. Все в континент. Если радио, то максимум. 105 ФМ в Омске. И о погоде завтра. 18 мая в Омске переменная облачность без осадков. В ночное время до плюс 11, днем до 21 градуса выше нуля. В районах облачно, небольшой дождь, ночью до плюс 12, дневная температура до 18 градусов выше нуля. Ветер западный 5 метров в секунду, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. На этом пока все новости. Следующий выпуск смотрите в 17 часов. Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»